Согласно посланию президента России, планируется установить ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно. Для этого необходимо на региональном уровне подготовить и принять целый ряд нормативно-правовых актов, обозначил в своем докладе Адам Хашагульгов, подводя итоги работы Министерства труда, занятости и социального развития республики в 2019 году. Он также рассказал ей о задачах на текущий год. На федеральном уровне нет нормативно-правового акта, но тем не менее нами уже подготовлен проект закона, проект постановления и административные регламенты. После того, как на федеральном уровне будет уже указ президента Российской Федерации, мы уже, соответственно, запустим процедуру согласования с Министерством ведомства данного нормативного. Вместе с тем, с 2019 года в Ингушетии действует региональный проект «Старшее поколение», предусматривающий реализацию системной поддержки пожилых у людей, а это повышение качества и обеспечение им полноценной жизни. Также в своем докладе Адам Хашагульгов рассказал о системе социального обслуживания Министерства, работа которого заключается в предоставлении услуг инвалидам и людям пожилого возраста, семьям и детям, в осуществлении социальной адаптации или реабилитации лиц, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Кроме того, в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» Министерством провели мероприятие по профобучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в целях повышения их конкурентной способности на рынке и продолжение трудовой деятельности. В 2019 году завершили обучение лиц предпенсионного возраста в количестве 133 человек, что составило 137% от планового показателя. В текущем году эта работа будет продолжена. Заместитель министра труда Хаджибикер Муталиев в своем докладе рассказал об установленных законодательством социальных выплатах, пособиях и компенсациях различным категориям граждан. Так, общая сумма за отчетный период произведенных выплат составила более 2,4 млрд рублей. В соответствии с федеральным законом об иммунопрофилактике реализована ежемесячная компенсация детям, имеющим пост вакцинальное осложнение в размере 128 тысяч рублей. Также проведены в полном объеме выплаты в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным гражданам, ветеранам труда, работающим, проживающим в сельской местности, специалистам, многодетным семьям. В сумме 67 млн 673 млн 596 тысяч рублей. Состояние производственного травматизма и профзаболеваемости в 2019 году, согласно докладу Хос Магомеда Нальгеева, характеризуется следующими данными. Расследовано 10 несчастных случаев, один из которых со смертельным исходом. По сравнению с аналогичным периодом за 2018 год, эта цифра уменьшилась в два раза. Уже возвращаясь к теме обсуждения регионального проекта «Старшее поколение», Мадина Мацеева рассказала о проделанной работе в обучении граждан пенсионного возраста. 97 человек – это был контрольный показатель, которому мы должны были прийти в 2019 году. Но мы этот показатель выполнили на 133%. То есть это меры, упреждающие, чтобы предотвратить высвобождение, чтобы из-за низкой квалификации эту категорию граждан сохранить на своих рабочих местах. Нам это удалось сделать. В завершении встречи и подведении итогов работы были озвучены и некоторые трудности в выполнении предстоящих задач на текущий год, о которых осведомлена и Марьям Амриева, исполняющая обязанности заместителя председателя правительства. Она выразила надежду на скорейшее устранение недостатков. Также отметила, что министерство является координирующим органом, направленным на благополучие граждан. Поэтому и ответственный подход просто необходим. Тамара Хшагульгова, Адам Мережков, Джамалил Томасханов, Новости 24.